Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно делайте это, потому что у меня есть мечта. Я хочу золотую кнопку, и именно ты можешь меня приблизить к моей мечте, нажав всего лишь одну кнопку. Итак, что у нас за мукбанг? Здесь у нас яичница с креветками, которые я отварила. Они безумно вкусные. Пюре Роллтон. Я обожаю это пюре. Знаю, что оно вредное, но оно реально намного вкуснее, чем просто домашнее пюре. Горячие здесь еще кусочки мяса, ананас и еще вот такие сладости. Забыла сказать в видео и решила добавить на мендаже. Хочу передать привет Ариане и сахарок с кислинкой. Давно смотрю тебя. Передай мне, пожалуйста, привет. Меня зовут Катя. Катенька, тебе огромный привет и спасибо всем огромное за донаты. Внутри такой мармелад. Очень вкусно реально. На удивление, мой вчерашний мукбанг набрал реально очень много просмотров. Я реально была очень удивлена этому. Почему? Вроде не заманчивое название. Но там роллы были невероятно вкусные. Просто обалденно вкусные роллы. Мне кажется, даже через экран чувствуется, когда я с удовольствием прям ем. Именно поэтому на мукбангах я никогда себя не заставляю. Потому что если я сейчас оставлю, вы это прям сразу почувствуете. Не знаю, когда я выложу это видео, но снимаю я его 1 сентября. Те, кто идут в школу 1 сентября, поздравляю вас с началом учебного года. У нас в школу идут 15 сентября. Это нереально круто. Как так сделали? Просто осенние каникулы, зимние немножко срезали. Пару дней там буквально. 3-4 дня из каждого каникулы. И сделали школу 15 сентября. Когда я ходила в школу, уже это все было. Было так удобно. То есть, несмотря на то, что уже первый день осени, на улице реально очень жарко. И не представляю, в такую жару идти в школу. Вообще было бы круто 1 октября в школу. Просто сделать меньше, например, новогодние каникулы. Но опять же, это я говорю на свой вкус. Я, слава богу, школу закончила. Я очень рада этому. Ни капли не скучаю по этим временам. Вкуснотича. Меня спрашивали в комментариях, почему эта сережка висит вот здесь. Я проколола еще одну дырку. На самом деле, вторая и третья дырка у меня есть уже давно. Я сделала их, когда мне было лет 14. И сделала самостоятельно. Прикиньте. Просто взяла иголку и проткнула. Мама, когда увидела, была в шоке. Мама говорит, можно было пойти в специализированное место. Зачем так себя мучить? У тебя будет гангрена, у тебя будет... Микробы могут туда попасть. Ничего подобного. Все обошлось без... Без каких-либо последствий. Я носила сережки. Получается, сколько я носила? Года три точно носила. У меня были такие серебряные гвоздики. Я их покупала в Sunlight еще давным-давно. По-моему, это был Sunlight, если я не ошибаюсь. Очень классные гвоздики. Таких, кстати, у нас нет. Я вам фотографию прикреплю. Именно знаете дело в чем? Гвоздики, чтобы сзади можно было закручивать. У нас гвоздики самые обычные. То есть, как шуруп закрутить, ты не можешь. В общем, я не знаю, куда они делись. У меня вообще по жизни часто такое бывает, что вещи просто испаряются. Куда, непонятно. Так вещи всегда мне служат очень долго, если они не пропадут из моей жизни. Вроде я стараюсь быть аккуратной. Стараюсь, по крайней мере, класть вещи на свои места. Но у меня все испаряется. В общем, когда я себе проколола уши, я еще хотела себе проколоть нос. И спрашивала у мамы, можно ли. Я просто боялась, что нос может нести какие-то последствия. Уши-то ладно. Мама сказала, что ей тоже нравится, когда проколол ты нос. Но она разрешит это сделать, когда мне будет 18 лет. Она обещала, что если до 18 лет я не передумаю, то я обязательно себе проколю нос. То же самое и с татушками, и со всеми остальными. Мама сказала, как будет 18 лет. Пожалуйста, делаю. Делаю все, что угодно. Я не против. Вы знаете, как будто в моей голове что-то перевернулось. Вот как только мне исполнялось 18 лет, мне резко расхотелось. Я даже сняла вот эти сережки. Хотя, что здесь такого? Вот. Сняла. И, к сожалению, одна из дырок у меня уже заросла. Поэтому я буду заново сама себе прокалывать. Шучу. Я сама себе схожу и проколю. В общем, родители в сильной строгости меня не воспитывали. Давали всегда волю. То есть не было супер каких-то запретов. Иногда, когда я рассказываю про свое детство, и то, что я постоянно сидела дома, многие пишут, что вот, наверное, тебе не разрешали, кавказская семья и все дела. Да нет. Я просто сама так хотела. Деревенские яйца, девочки. Городская пюрешечка. Не собиралась снимать макбанг, но как-то резко начала. Мама с папой, кстати, приехали. Я не знаю, вам сказала или нет. Приехали, и теперь и мамочка, и папа. Мы вчера до ночи просто болтали с папой о том, о сём. Потому что всё-таки я его не так часто вижу. Мне ещё очень нравится чувство юмора папы. Я всегда угораю над его шутками. У меня папа, он такой активный. В том плане, что он приехал из деревни очень усталый, но при этом хотел пообщаться, не знаю, больше времени провести со мной. А мама больше такой человек, Ну, как я. Я тоже, знаете, такая ленивая. Но в плане активного отдыха и так далее. Будем считать, что больше у нас с вами вилки нет. Обожаю креветки. Моя бы воля, я бы очень много времени проводила с папой. Вы знаете, свойский мужик. Всегда поймёт. Без всяких запретов. Там это нельзя, то не делай, туда не смотри, ни с кем не общайся. Нет. Папа у меня свойский. Папа прежде всего друг, который может чем-то помочь, там что-то подсказать, сказать. Так как у нас вилка упала, нам придётся кушать ложкой. Подумаешь. Мама мне говорит, один день, ничего страшного, ничего не снимай. Посидим вместе, поболтаем, а то мы всём пройдём время. Я говорю, нет. Я не могу не снимать. У меня внутри есть страх, что если я буду часто пропадать, не снимать видео и так далее, я потеряю свою популярность, свою аудиторию, что мои видео там будут набирать по тысяче просмотров. У меня внутри этот страх есть, я ничего с этим не могу поделать. Я, конечно, понимаю, что один день ничего не сделает, но это просто, например, как телевизор. Вот я открываю, например, СТС, всегда есть передача, чтобы смотреть. А если я буду время от времени открывать, там ничего интересного не будет, я уже перестану уже заглядывать туда. когда у меня не было аудитории, я сама себе думала, блин, если бы мои видео, каждое видео набирали бы по 10 тысяч просмотров, я бы каждый день поснимала. Я просто вспоминаю эти слова, я понимаю, что сейчас набирают видео по 40 тысяч, по 50 тысяч. Есть аудитория, люди, которые ждут твои видео. Мне кажется, просто преступлением ничего не делать, просто смотреть какой-то чей-то мукбанг и лежать. Пока есть люди, которые ждут твой контент, ты должна снимать. Правда, это видео получилось не такой уж прям, знаете, шикарный стол. Просто стол из того, что есть дома. Я ничуть себя не заставляю снимать видео. Потихоньку, хоть небольшими шагами мой канал двигается. Года два назад мои видео стабильно набирали 30 тысяч просмотров. Сейчас уже стабильно 50. Ровно год назад мои влоги набирали 17-20 тысяч. А сейчас 30-35. Я всегда боюсь потерять эту аудиторию. Потому что давайте будем искренними. У каждого блогера есть период. Период, когда его смотрят, а потихоньку потом его популярность идет на спад. Как-то так. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это было так, не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. Пока.